периодически люди спрашивают по поводу владения коньком скольжение в целом катания и наверное действительно пора уже сделать так сказать небольшой разбор где мы затронем именно катание чтобы впоследствии те люди которых появлялись вопросы их можно было ссылать сюда на это видео где они бы смогли разобраться в чем же собственно разница и пожалуй первое с чего здесь стоит начать это слова и понятия и в нашем случае в нашем примере это слово скольжение если вы спросите любого тренера по фигурному катанию что такое скольжение ну грубо говоря вам скажут что это в целом умение кататься то есть они в скольжение каким-то образом каким-то боком включает абсолютно все под скольжением они одновременно имеют ввиду скольжение как таковое владение коньком покрытие фигуристом льда так называемая sky то есть просто умение кататься и все что с этим связано они называют скольжением я конечно с этим в корне не согласен и когда я говорю о скольжении я подразумеваю скольжение как таковое значение этого слова можете посмотреть в толковом словаре и здесь есть два момента почему неправильно называть словом скольжение умение кататься первый самый банальный момент это само название скольжение это и есть скольжение какого черта вы под скольжением подразумеваете еще и владение коньком это какой же абсолютный бред даже если мы возьмем английский язык там есть такое понятие как скейринг скелс или на русском это будет навыки катания но даже там подразумевается что это навыки skills не навык какой-то это ряд навыков и в совокупности они это оценивают хотя и там это не совсем верно они тоже все это в одну кучу компонуют но по крайней мере их название имеет смысл потому что это так и называется скейринг скелс навыки катания если бы у нас употребляли это словосочетание навыки катания тогда еще куда не шло но у нас поголовно все называют скольжением но это абсолютный бред кстати если отвлечься от этого катания одно время когда я пребывал в англоязычной среде точнее после пребывания там я назвал комбинациями то что у нас называется каскадами почему потому что в английском языке то что мы называем каскадом называется combination ну или сокращенно просто комбо а то что мы называем комбинацией там это называется sequence а у нас однако все наоборот но это пускай это ерунда по крайней мере здесь четко и понятно что и что но когда под скольжением подразумевает скейринг скелс но это полный бред и ахинея даже одна из моих любимых групп по фигурному катанию игоря лютикова которые в москвиче занимаются чем выделяется эта группа так это тем что там очень здорово учат владеть коньком но если вы их спросите чем вы занимаетесь вам ответит мы учим детей скользить мы учим детей скольжения это первый момент почему неправильно называть скольжением скейринг скелс чисто по смыслу и по логике это бред и тупость но есть еще один момент я бы даже сказал что он более важный потому что его также можно применить и к английскому понятию скейринг скелс который включает себя все эти скелс но те примеры фигуристок которые мы видим многие из них очень сильно разнятся но это мы затронем чуть позже сейчас нам нужно разобраться с этими самыми скелс так вот еще раз все тренеры по фигурному катанию кого вы не спросите скольжение у них это все поэтому их понятие скольжение мы даже не рассматриваем когда я же говорю о скольжении владение коньком также кстати не так давно говоря о соне самоделкиной или например она стиму хортовой можно также употребить третье понятие которое пожалуй можно назвать владение льдом имеется ввиду широкое амплитудное катание и значительное покрытие льда те же вакабо хигучи и кавари сакамото периодически этим выделяются так вот что такое скольжение в обычном смысле если мы не обращаем внимание на текущий бред как я уже не раз говорил под скольжением я подразумеваю мягкость плавность воздушность легкость конька фигуриста наглядные примеры чтобы понять что такое скольжение это безусловно насти губанова особенно в тот период когда ей было 12 13 14 лет и конечно же каролина костнер даже можно назвать а долину сотнику есть конечно еще ряд фигуристок у которых скольжение очень хорошее но вот если мы говорим именно о ярких и наглядных примерах то нужно смотреть именно на этих трех фигуристок и ассоциацию которую здесь можно привести это безусловно нож и масло когда вы вытаскиваете масло из холодильника даете ему постоять в комнатной температуре она начинает таять если вы окунете в это масло нож и он там просто-напросто утонет то есть вроде бы масло не растаяло еще она только чуть подтаяла а нож уже в нем утопает и возвращаясь от этой ассоциации к фигурному катанию масло это лед а нож это конек фигуриста когда например насти губанова катает особенно если взять те сезоны когда она только-только начинала блистать ее конек настолько плавно идет по льду нету никаких снежных следов нету никакого душа из снега то есть действительно складывается впечатление что фигуристка не катит она либо плывет либо летит настолько все это плавно происходит то есть здесь мы говорим конкретно о скольжение не выполнение сложных шагов а именно плавности и легкости катания и когда ты видишь фигуристку которая так катается это действительно завораживает так и хочется сказать оставь то эти прыжки эти вращения просто катайся вот что должно называться скольжением то есть обычная дословная формулировка а вот дальше у нас идет владение коньком которая как я уже сказал большинство тренеров из-за их бредового понятия скольжение в это самое скольжение и включает владение коньком я же это категорически разделяю и как раз таки говоря о владении коньком мы должны подразумевать мастерство лезвий то есть мастерское исполнение шагов и как здесь различать где есть мастерство где его нет здесь опять же та же история как и со скольжением это просто очевидно то есть вот например взять дорожку шагов какое-нибудь взрослое соревнование и возьмем пример из двух фигуристов оба из них выполнили дорожку шагов на четвертый уровень единственная совершенно небольшая разница это то что у одного фигуриста гуи чуть повыше чем у другого и здесь казалось бы оба фигуриста выполнить дорожку на один и тот же уровень получается что они одинаково владеют коньком нет абсолютно нет уровень дорожки шагов не является показателем владения коньком кстати один из занимательных примеров когда был дебют у саши трусовой у алены костерной у саши конечно достаточно неплохое владение коньком но все-таки алене она значительно уступает там целая пропасть но тем не менее я сейчас говорю по памяти но насколько я помню на этапах юниорского гран-при и финале получалась интересная вещь алена костерная никак не могла выбить четвертый уровень какие-то из сложных шагов и постоянно не засчитывали где-то она халтурила но при этом саша трусова еще ряд фигуристок из той же японии достаточно часто получали четвертый уровень то есть как результат у нас получается что алена костерная катала на третий уровень а саша трусова на четвертый и естественно из этого заключать что саша лучше владеет коньком чем алена будет как минимум бредом то есть первое что вы должны понимать уровень дорожки шагов как виниорах и тем более во взрослом катание не является свидетельством владения конька единственное что это совсем уж детские соревнования где норма является базовые первые уровни то есть там фигуристки по сути только-только учатся если внезапно там появляется фигуристка которая умеет кататься и уже освоила практически все сложные шаги то почему бы их и не показать и откатать уже на второй или третий уровень в этом случае уровень дорожки шагов будет показателем но если мы говорим о тех же взрослых стартах то там практически всем лепит четвертый уровень дорожки шагов и это не может являться показателем насколько хорошо фигуристы владеют коньком так вот я начал с того что оба фигуриста у обоих четвертый уровень дорожки шагов и единственное отличие что у одного фигуриста повыше гои то есть в этом примере мы сравниваем обычного фигуриста и фигуриста с выдающимися навыками владения конька и в чем собственно различие вроде бы оба делают те же самые шаги оба умеют кататься у обоих четвертый уровень дорожки но ответ именно кроется в самом исполнении вот если говоря о скольжении все же фигуристы скользят но просто выдающиеся скольжение она сразу видно когда идет вот эта плавность и воздушность катания то есть мы говорим о владении коньком здесь все это также видится в мастерстве исполнения этих шагов в легкости их исполнения когда фигурист делает дорожку шагов и его шаги как бы идут сами по себе без усилий то есть не не видно прилагаемых усилий на том чтобы сделать тот или иной шаг видно чисто вот это вот effortless катание без усилий если мы говорим об ассоциациях то у того фигуриста который выдающийся владеет коньком можно сказать что в его ногах в его коленях как будто бы спрятаны амортизаторы или просто какие-то пружины как будто бы коньки этого фигуриста в клею или даже на липучках то есть как бы он не крутился по льду какие бы сложнейшие шаги не выполнял вы не видите никакой тяжести в исполнении этих элементов вы видите скорость простоту и легкость и переходя от ассоциации к примерам пожалуй лучшая фигуристка в мире по владению коньком это совсем еще юная ксения мелкумова то что вы видите у себя на экране это дорожка шагов из короткой программы ксюша когда и было 8 лет настолько круто катать дорожку шагов будучи 8 летней фигуристкой многие взрослые даже так кататься не умеют это не то что уникально это абсолютный феномен в 8 лет дети только-только осваиваются в этих шагах пытаются кое-как делать дорожки шагов а здесь фигуристка настолько классно катается это конечно невероятный талант но помимо ксюши у нас также много фигуристок у которых также очень классное владение коньком ну и самый очевидный пример это безусловно алена костарная также у нас очень много фигуристок которые выступают по юниором у которых замечательное владение коньком я назову буквально несколько фамилий всех не перечислить первыми кто приходит на ум это безусловно алена каношева настя тараканова сони муравьева ксюша синицына даша усачева и еще много других талантливых фигуристок поэтому вот что подразумевается под мастерством и владением конька мастерская легкая и уверенно исполнение сложнейших шагов а ну и кстати говоря мужской дисциплине я совсем забыл и тот пример который я назову его можно отнести одновременно и к скольжению к владению коньком это безусловно патрик чан вот он был выдающимся фигуристом особенно во владении коньком а что же касается нынешних фигуристов то это конечно тот же киган мессин джейсон браун если мы говорим о наших фигуристах то вот например в юниорах это артур данилиан а и кстати если мы говорим о скольжении то это конечно же дима алеев ну и третье чтобы я назвал владением льда как я уже сказал сюда можно отнести ширину амплитудность катания мощь в катании силу скорость ну естественно площадь которую фигуристы занимают на площадке само покрытие льда но здесь пожалуй объяснять даже не нужно это очевидно недавние примеры это вот например кавари сакамота ее катание во второй части программы я тогда сказал добавить бы еще скольжение и скорости совсем чуть-чуть и тогда бы это было шокирующе как и всегда я имел ввиду скольжение как таковое чтобы конек и катание было еще более плавным и еще побольше скорости то есть это и так было очень круто однако могло быть просто сногсшибательно ну а из наших фигуристок можно привести также много примеров но я пожалуй в очередной раз снова вспомню настю мухортова которая перешла в пары и кстати достаточно неплохо там выступает вот ее катание было просто полно мощи то как она амплитудно каталась это конечно было просто загляденье и у нас выходит вот эти три показателя скольжение владение коньком и условное вот владение льдом и мы снова возвращаемся к тому второму пункту еще раз напомню первое это несуразность того что под скольжением у нас подразумевается вообще все то есть вы хотя бы назовите по-другому те же навыки катания но черт возьми никак не скольжение нельзя все в одну кашу пихать и называть это скольжением ну ладно было бы дело в одном названии а второй момент как я сказал касается даже и английского названия scanning skills которая также включает в себя все так вот в чем же здесь дело самый явный наглядный пример это конечно же каролина косна замучили мы ее последнее время ее всякие наши эксперты в кавычках регулярно в разговорах упоминают о так называемом настоящем женском но вот придется и мне и в очередной раз коснуться как вы помните приводя выдающиеся примеры скольжения помимо насти губановой одели на сотниковой я также упомянул каролину и действительно если мы берем скольжение как таковое у каролина она божественная просто посмотрите как она воздушно скользит и используя ту формулировку о которой говорю я все выходит правильно каролина коснер равно божественное скольжение но если мы рассмотрим скольжение как о нем отзываются все тренеры россии или возьмем те же скейтинг skills то в этом случае говорит что у каролина коснер божественное скольжение или там great skating skills будет абсолютным нонсенсом потому что что касается исполнения шагов да каролина например одно время достаточно часто использовала в своем катании one foot skating ну то есть катание на одной ноге и это конечно выглядит круто когда ты показываешь что ты можешь на одной ноге приличное время скользить кстати к сожалению давно и такого не видел и например те же длинные спирали но это одно дело и это все можно отнести именно к скольжению к скольжению как таковому но само владение коньком каролины исполнение ею сложных шагов да даже занимаемая площадь катка но это не то что выдающийся уровень это в лучшем случае средний если не слабый и например возвращаясь к английской формулировки скейтинг skills там один из пунктов называется глайт вот это как раз таки скольжение и есть и вот конкретно за него зовут этот глайт каролины безусловно заслуживает одни десятки но что касается всего остального и особенно что касается владения коньком каролина в этом не сильно поэтому помимо того что это просто бредово подразумевать под скольжением и владение коньком и все остальное но еще это категорически неправильно потому что если бы у нее был высокий уровень владения коньком и она бы очень амплитудно и размашисто каталась тогда да можно сказать и употребить эту убогую формулировку что у каролина костнер отличное скольжение и под этим скольжением мы подразумеваем скейтинг-скилз но когда на самом деле у нее шикарное только именно скольжение скольжение именно в прямом смысле этого слова, а все остальное на среднем уровне и ниже, то это будет категорически неверное определение that she has great scanning skills. Ну и давайте подведем итог. Вот это вот разделение катания на три вида, оно нам дает более детальную и подробную картину относительно каждого фигуриста. Используя эти определения, мы можем точно сказать, в чем фигурист хорош, а в чем ему нужно прибавлять. Те примеры, которые я использовал, говоря о скольжении, о владении коньком, о владении льдом, это были именно что выдающиеся примеры. Но опять же, это не значит, не дайте примеру с Каролиной Костнер вас обдурить, вот ее конкретный случай именно такой. Но что касаемо других примеров, это не значит, что те, кто хорошо скользит, плохо владеют коньком или неамплитудно катаются. Вовсе нет. У нас есть фигуристки, у которых все три пункта на высоком уровне. Я просто привел именно исключительно редкие примеры, редкие таланты, которые просто явно выделяются на фоне всех остальных. Говоря о той же Насте Губановой, у нее также очень хорошее владение коньком и вполне себе хорошее покрытие льда. Или, например, Алена Костерная. Также она здорово скользит. И само ее катание, конечно, также достаточно амплитудное. И так далее можно разобрать каждую фигуристку. То есть само катание, фигурное катание у нас как лего. Оно собирается сразу из нескольких деталей, которые связаны между собой. И здесь, конечно, важно не ошибаться в формулировках. И тем более не идти на поводу у этой сложившейся традиции подразумевать под скольжением вообще все. Так что еще раз. Скольжение – это скольжение как таковое, плавность, мягкость, легкость и воздушность конька. Дальше владение коньком. Это умение мастерски исполнять сложнейшие шаги с легкостью, со скоростью и без усилий. И последнее владение льдом, хоть и странное название, но оно здесь больше всего подходит. Это ширина и амплитудность катания, покрываемая площадь и сама скорость и мощь катания. Ну и на этом, пожалуй, урок окончен. Не забудьте за собой поднять стулья.